Рыба в сметанно-томатном соусе Морковь, сметана, грибы, немного муки и немного сливочного масла Итак, приступим к приготовлению Для начала нам нужно обжарить морковку и грибы на сковородке Добавляем в сковороду немного масла И отправляем туда уже натертую морковь Можно потереть на крупной, либо на мелкой терке, кому как нравится Так, ждем, чтобы немножечко печка у нас разогрелась Высыпаем туда морковку Туда же отправляются и грибы Шампиньоны можно взять как уже сразу мелко порезанные, так и порезать сами Теперь займемся приготовлением сметанно-томатного соуса Возьмем немного сливочного масла И отпустим в сотейник Наемно сейчас с вами будем обжаривать муку Муки достаточно взять одну столовую ложку, можно без горки Сейчас масло растопится И мы высыпаем туда муку Параллельно с приготовлением соуса у нас обжариваются морковка и грибы И потому не забываем помешивать Чтобы у нас ничего не пригорело Масло у нас уже растопилось Теперь настало время высыпать муку Перемешиваем ее вместе с растопленным маслом Теперь настало время добавить сметану к нашей заготовке подсох В обжаренную муку добавляем сметану Сметана должна дойти до кондиции кипения Не забываем хорошо перемешивать Чтобы не подырало И параллельно не забываем перемешивать морковку и грибы Которые, кстати, уже почти готовы Морковка придаст нашему блюду красивый оранжевый цвет А грибы сами по себе вкусные Морковку с грибами уже можно отключить Она теперь будет ждать своего часа Когда она нам понадобится Продолжаем заниматься соусом Не забываем помешивать Сметана у нас уже почти закипела Начинают появляться пузырьки Что говорит о том, что Наш соус уже на половине готовности Теперь настало время добавить в наш соус томатную пасту Достаточно одной столовой ложки Очень интересное на самом деле сочетание томата и сметаны Но оно делает блюдо запоминающимся и интересным Перемешиваем сметану вместе с томатным соусом Ну вот, наш соус практически готов Теперь настала пора переходить к подготовке рыбы для нашего блюда Можно взять абсолютно любую рыбу Хоть красную, хоть белую Какую хотите Я решила взять пангасиус Филе у нас предварительно уже разморожено Теперь мы будем его нарезать соломкой Вот такими небольшими кусочками Оно уже должно быть отобрано от косточек Слишком крупные кусочки разрезаем на половинки Итак, мы порезали рыбку соломкой Теперь мы отправляем ее в чашу Где сейчас будем перемешивать все наши ингредиенты Сюда же к рыбе мы добавляем морковку и грибы И сюда же к рыбе, морковке и грибам мы добавляем наш красивый оранжевый соус Теперь все тщательно перемешиваем Посолить, поперчить нужно Далее для приготовления нашего блюда нам потребуется пароварка Обычно в каждой пароварке имеется вот такая вот емкость для круп Вот именно в эту емкость мы теперь и начинаем накладывать нашу подготовленную смесь Заполняем нашу емкость рыбкой Вот сметанно-томатным соусом После того, как мы наполнили нашу емкость нашей вкусной смесью От которой сейчас уже даже и раздается очаровательный аромат Мы отправляем эту емкость в пароварку Накрываем крышкой И включаем пароварку на 15-20 минут И вот наша рыбка в сметанно-томатном соусе готова Ее лучше всего подавать с вареным рисом или картофельным пюре Она отлично подойдет к вашему ужину Приятного вам аппетита! Для приготовления рыбы в сметанно-томатном соусе нам потребуется Рыба, шамбиньоны, морковь, сметана, томатная паста, сливочное масло, мука, соль, перец Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова